Со 2 августа у кредиторов появится право распоряжаться требованием в рамках субсидиарной ответственности бывших руководителей должника. В ходе банкротства кредиторы получают удовлетворение своих требований через продажу имущества должника, которое было выявлено арбитражным управляющим. Но в том числе закон о банкротстве предусматривает привлечение к субсидиарной дополнительной ответственности контролирующих должника лиц. Например, если я был директором должника и совершил противоправные действия, которые дорушили интересы кредиторов, например, вывел активы, то таким образом я виновен. Тем самым уменьшил массу кредиторскую должника, тем самым я нарушил интересы кредитора и определенный механизм, который предусмотрен законом, предусматривает, что меня можно привлечь к ответственности дополнительно. То есть я, как лицо виновное, буду отвечать за долги юридического лица. При этом в законодательстве существовал пробел, и судебная практика была противоречивой. Однозначного ответа, можно ли передавать непроданный долг кредиторам, не было. И вот сейчас внесли изменения в закон, который однозначно установил правило, что если в ходе процедуры банкротства юридического лица были привлечены к субсидиарной ответственности контролирующие лица, то вот этот долг, в случае, если он не продан на торгах, может быть передан кредиторам по соответствующей уступке. Мы с вами знаем, что банкротство достаточно распространено сейчас в России, вносит массовый характер, и поэтому это такой важный момент. Также 2 августа вступают в силу изменения, направленные на защиту прав экспертов при проведении судебных экспертиз. Данное правило и сейчас действует уже, но только в арбитражном процессе. Там невозможно назначить экспертизу, пока ты не внес деньги на депозит суда. В гражданском же процессе очень часто экспертизу назначают и без такой предоплаты, а судебные эксперты потом годами дожидаются, да, и даже иногда взыскивают с граждан денежные средства на судебные расходы. А теперь только по предоплате. То есть граждане должны будут внести на депозит суда сначала денежные средства, после чего только суд сможет назначить экспертизу, а деньги по результатам экспертизы будут перечислены экспертом. 5 августа введут новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Сейчас микрофинансовые организации и кредитные учреждения обязали вести запись с должниками в рамках общения по возврату долга. Эта история раньше была урегулирована, установлена в отношении коллекторских организаций, но теперь еще обязали в отношении и иных организаций установить специальное программное обеспечение, оборудование, которое позволяет вести запись, и хранить эту запись в течение трех лет. Таким образом, государство, как регулятор, может потом проверять, контролировать, действительно ли это процесс взыскания задолженности, общение с должниками ведется корректно, правильно. С августа в личный кабинет заявителей на портале госуслуг обязаны направлять сведения обо всех услугах, которые включены в реестр муниципальных или государственных и предоставляются в электронной форме. Это позволит гражданам видеть все сведения о своих обращениях в различные органы власти, учреждения и организации. До этого подобная информация отображалась, если речь шла об услугах из федерального перечня. Изменения коснутся пенсии и детских выплат. Повышается страховая часть пенсии для работающих пенсионеров. Ну, скажем так, повышение не будет большим, это маленькая индексация, максимальный размер индексации заставит аж 399 рублей для работающих пенсионеров. Также с августа изменится правило назначения единой выплаты на детей. А если граждане фактически проживают в другом регионе, чем их место жительства, это называется место временного пребывания, то и в этом месте временного пребывания такое пособие выше, например, в силу того, что прожиточный минимум выше. Ну, например, в Москве понятно, что он выше, чем в Самаре. То при предоставлении определенных доказательств граждане могут претендовать на получение пособия в повышенном размере. К каким доказательствам может относиться, например, договор найма квартир? Также в последний месяц лета в действие вводится много новых стандартов. У нас впервые появляется ГОСТ по индивидуальному жилищному строительству, зеленому, так и назван ГОСТ. То есть это экологичное жилищное строительство, ну, скажем так, коттеджных поселков, коттеджей. Также у нас вступает в силу новый ГОСТ по капитальному ремонту много квартирных домов. Я знаю, с этим у нас много проблем. Да, вот все граждане, кто же проживает на квартирных домах, скидываются на капитальный ремонт, и теперь появятся ГОСТы, каким образом этот ремонт должен проводиться. Также в августе вступает в силу нормы закона о том, что можно передавать по наследству цифровые рубли. Правда, как это будет работать, пока непонятно. Порядок составления таких завещаний должно определить правительство по согласованию с Центробанком. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События.